Производство киностудии Арменфильм, 1959 год, 01-99. Авторы сценария Зорий Теркарапетян, Ануш Вартанян. Режиссер Амасий Мартиросян. Оператор Нарайер Симонян. Художник Валентин Подпомогов. Композитор Лазарь Сарьян. В ролях Фрунзик Макарчан, Мурат Кастанян, Джемма Сарибикян, Георгий Чепчан, Лилия Ганесян и Арман Катикян. Вези как следует, дорогой. Вино мутным станет. Ты всё о вине думаешь. Нет, брат, я о другом думаю. Передам от бригадира Сисака ценную посылку. Печёнку проверю, чтобы узнать, что эта заболячка ко мне пристала и так мучает меня. В городе немного погуляю и вернусь. Да, 0199. Что ты сказал? Да так, номер телефона хозяина посылки. Ещё вопрос, довезёшь ли? Да что ты такое говоришь? Хоть режь, в рот не возьму. Какие узоры. Повезло же тому, кто будет его пить. Но, родной, но! Тише ты, опять печёнка заболит. Гарсеван, я вижу, что вряд ли довезёшь. И что ты за человек? Разве я не сказал, что это очень ценная посылка? Ну, Гарсеван, удачи тебе. Не бойся, Сито Джан. Удачи всегда со мной. Сито, не обижайся. Друг, останови! Какая тяжесть. Надо облегчить, что ли. А что? А что, сито, сито? Девушки отдыхают Скорее! Быстро! Воды, давай. Спокойнее. Как он тяжело дышит. Смотри, как голова царапана. 0,1-99. Может, его машина сбила? Конечно, вот он и сообщает номер машины. Вон, смотри. Спокойно, спокойно. Бери. Давай. Сбили человека и беспомощного оставили на дороге. Хорошенько запомни. 0,1-99. А вы не ошибаетесь? Да что вы говорите. Он сам сообщил номер машины. 0,1-99. Лучшее качество. Только получил. Брюки широкие, короткие. Как это можно носить? Возьмите. Согласен, согласен. Прошу. Напишите свои замечания. Товарищ, вы и закончили? Сейчас. Сию минуту. Отец. Несчастье. Я так и знал, что этим кончится. Ах, женщина, женщина. Сколько раз я говорил твоей матери, не ставь железный брусок под электрощечек. Не воруй электроэнергию. Нет, папа, это не то. Алик. Что Алик? Человека сбил машиной. Пропал я. Дорогие покупатели. Бесценные друзья. Случилось несчастье. Прошу быстро, организованно освободить магазин. Прошу вас. Что случилось? Освобождайте, освобождайте. Петрос Джан, какие новости? Авария. Пойдём, папа, пойдём. Да, да. Товарищ продавец. Товарищ продавец. Что это с ними? Говорите, в сознание не приходил. Спасибо, доктор. Сбили человека и беспомощного бросили на дороге. Да. Алло, это автоинспекция? Кто у телефона? Никого нет, ушли на футбол. 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 Мы можем идти, товарищ лейтенант? Я опаздываю на игру. Какая игра? Он футболист. А, футболист. Да, ну, садитесь. Сестра, ложитесь, быстро ложитесь. А где мой бочонок? Он здесь. Сейчас не время. Сестричка. Что? Нет, ничего. Что вам? Сестричка, милая. Я того... Подождите. Я быстро вернусь. Я сама. Как? Стыдно ведь. Тогда направо. Направо? Как скажете. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Что? Да, один такой вышел. А в руке бочонок. Да, правильно. Он мне ещё пальцем пригрозил. Куда пошёл? А вон в сад, напротив зашёл. Пошли, пошли. Это 0199? Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бочонок привёз. Сисак передал. Наш дорогой бригадир. Привезли мой бочонок. Слава богу. Я в столовой рядом со скорой помощью. Да. Подожду, подожду. Добро пожаловать. Вот и от посылки избавились. Поубавилось. Хорошо. Вот. Смотри. Ты иди, иди, иди. Здравствуйте. Здравствуйте. Я привёз вашу ценную посылку. Садитесь. Спасибо. Давайте знакомиться. Петрос Тасьян. Так сказать, 0199. 99. Знаю, знаю. Ну, где вы там? Где? Неси, неси всё, что есть, неси. Поезжайте в участок. Что случилось? Двигайтесь, узнаете. Почему? Поехали. Гарси Ван Джан, душа моя. Ты же не жалуешься? Ну, что ты? После всего какие жалобы? Ты никому не скажешь правду про свою голову? Да, ради бога. Что ей сделается? Вот. Значит, мы братья. Давай. Душа моя. Нет, нет, мне стыдно. Гарси Ван Джан. А вот твоя ценная посылка. На здоровье. Джан. Джан. Ну, Гарси Ван Джан, удачи тебе. Большое спасибо. Большое спасибо. Иди. Да. Я тебе покажу, хулиган. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо. Извините, что немного опоздал. Как чувствует себя бригадир Сесак? Сесак? Да. Да вроде ничего. А как мой метод? Как он повлиял на рост муската? Муската? Да. Да вроде повлиял. Удачи. Ну, черт побери, вы забыли мой бочонок. Послушай, чего ты от меня хочешь? Бочонок? Тот самый, что у вас в руках. Ведь вы недавно звонили. Я? Да. Разрешите доложить, товарищ начальник. Водитель машины 0199. Наконец-то. Вы могли бы не оставлять его на дороге и не сбежать. Подождите, расскажите, как вы сбили гражданина... И оставили беспомощного там, на дороге. Я? Кого? Когда? Да, сегодня утром на Аванской трассе. Но я могу представить свидетелей, что сегодня я вообще не выезжала с города. Ваша специальность? Инженер. Хороший инженер. Ищите, кому бы голову проломить? Я? Нет, я. Товарищ начальник. Я опаздываю на игру. Я футболист. Сядьте. А вы во время игры ноги ломаете. Я? Нет, товарищ начальник. Алик Джан, сынок дорогой. Успокойся, мама. Разве я не говорила, что эта машина до добра не доведет? Подожди, успокойся. Иди. Товарищ начальник, тысячи людей с нетерпением ждут нашей победы на стадионе. Вы задерживаете здесь лучшего игрока. Товарищ лейтенант, сегодняшняя игра решающая. Разрешите доложить, товарищ лейтенант. Они устроили на улице драку из-за этого бочонка. Это мой бочонок, черт побери. Его просто похитили. Этот бочонок принадлежит потерпевшему в аварии. Нет, он мой. Подарок брата. Послушайте. Подождите. Давайте прежде всего выясним, кто чей родственник в этой толпе. А теперь от каждой группы пусть выступит один человек. Это моя семья. А это мой бочонок. Я холостяк, но это мой бочонок. Прошу, поверьте. Этот бочонок не ваш. Он принадлежит потерпевшему. Я сам видел. Да, правильно. Это он. Это он, он. Собрание. Прошу. Проходите. Ах, ты неблагодарный. Товарищ лейтенант, этот человек в нетрезвом виде нарушал порядок на улице. А это его... Кто вы? Я. Я товарищ Гарсиван. А это что? Коньяк. Подарок товарища Погоса. Чей? Мой подарок? Не вы, товарищ Погос. Да, я Погос, но... Нет, это не Погос. Как это я не Погос? Я винодел, доцент. Погос Погосян. То, что вы винодел, это хорошо. Но ты не Погос. Вот, посмотрите на товарища Погоса. Нет, я... Петрос, расскажите, как вы попали под машину. Что вы такое говорите, товарищ начальник? Я что, курица, чтобы под машину попадать? Почему вы лжете? Нет, не лжет, он правду говорит. Именно он подарил мне бочонок. Почему вы оказываете на него давление? Человек говорит, нет. Гражданин, вы меня видели? Он вас не видел, но видел номер вашей автомашины. Вы не помните, вы сами сказали 0199. Что за неразбериха? Это номер моего телефона. И номер моей машины. Брат, что происходит? Что происходит? Что происходит? Значит, ты под машину не попадал. Типун тебе на язык. Какая машина? Вы что, товарищ начальник? Ничего не понимаю. Друзья, здесь какое-то недоразумение. Давайте разберёмся. Гол! 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 Бери, бери, бери. Сейчас всё ясно. Можете идти. Друзья, приглашаю всех посмотреть вторую половину игры. Машина ждёт. Пойдём, братец. Ты знаешь, я ещё в жизни ни разу футбол не видел. Как хорошо, что мы во всём разобрались. А вы, гражданин Гарси-Ван, оставайтесь, с вами ещё не разобрались. Значит, ты не попадал под машину. Нет, я сказал нет и нет, чтоб тебе со стыда сгореть. И что случилось, не поймёшь. Может, я упал? Нет. Может, упал? Гарси-Ван, что ты тут делаешь? А печёнка как? Как она? Я же говорил, неприятностей не оберёшься. Сето-Джан, колхозу привет. Конец фильма Сето-Джан! Играет музыка Сето-Джан Сето-Джан Сето-Джан